В этом уроке мы с вами попробуем разобрать такой небольшой интересный тэппинг, пассаж. Итак, левая рука у нас с вами будет играть октавы. Достаточно, все достаточно просто. А медиатор я буду держать вот в таком положении, потому что дальше идет небольшая мелодия, которая играется с помощью медиатора. Поэтому это фрагмент композиции лунный сонат. Итак, пробуем играть. Вначале. Для начала смотрите, что вы делаете. Первый палец, чтобы такие пассажи у вас звучали чистенько, без лишних шорохов, первым пальцем мы с вами ставим его под небольшим углом, так, чтобы другие струны у нас уже не звучали. Тем самым мы делаем небольшую заглушку. Итак, получается. Будем с вами сейчас смотреть, как играть правой рукой. Так, правая рука у нас с вами играет две струны. Вторую струну и четвертую на девятнадцатом ладу. Вторая, четвертая на девятнадцатом. Левая рука у нас с вами играет. Получается, вторая струна четырнадцатый лад, четвертая струна одиннадцатого. Вот мы поставили эту октаву. Все звучит, все работает. Здесь тоже. Итак, получается. Нам нужно с вами сыграть так, чтобы был звук. Вот он. Теппинг. Правой рукой. И сразу же делаем пул. Потом мы ставим второй палец так. Точнее, не ставим, а слегка его убираем со струны, чтобы вот этот звук, чтобы он у нас не летел. То есть, чтобы нотка раскрылась, показалась, и все. Второй палец мизинец мы снимаем. Оп. Все. Теперь переходим. То же самое делаем на четвертую струну. Оп. И сняли звук. То есть, получился такой пассаж. То есть, обратите внимание, то есть, я не просто зажал пальцами здесь октаву и держу ее, и здесь степпинг играет. Тогда было бы вот что по звуку. Хотя, в принципе, тоже ничего так слушается. Но если мы сделаем драйв на максимум, ручку громкости, то мы позже. Ну, согласитесь, немножко кашовато слушается. И если второй вариант, то тоже ручку громкости на максимум, и я сейчас его пальцы убираю. То есть, немножко более считаемость ног получается. Вот. Итак, значит, дальше смотрим. Теперь смотрите. У нас, получается, мы это движение делаем четыре раза. То есть, отсчет идет от второго пальца. То есть, получается, раз, два, три, четыре. Теперь переходим. Левая рука у нас стоит на месте. Правую руку сдвигаем сами на тон. То есть, это получается уже. Получается двадцать первый лад. Потом снова переходим в девятнадцатый. Четыре раза сыграли. Теперь правую руку сдвигаем на полдона выше. То есть, получается, уже двенадцатый лад первым пальцем, на пятнадцатый мизинцем. Здесь то же самое. Четыре раза сыграли. Потом, значит, мы правую руку сдвигаем сами на тейпинг. То есть, вместо девятнадцатого лада, получается, на второй струне двадцатый, на четвертый двадцать первый. И потом, за четвертым разом мы с вами руку сдвигаем вообще на двадцать четвертый лад. У тех ребят, у которых гитара с двадцатью двумя ладами, ничего страшного, можно туда не играть. То есть, можно просто раз, два, три, четыре. Остаться здесь. Вот. Потом снова, после того, как мы сыграли здесь четыре раза, мы уходим. Тейпинг у нас переходит на девятнадцатый лад. Левая рука по-прежнему здесь, в этом же месте, двенадцать-пятнадцать. Четыре раза снова здесь сыграли. Потом переходим на первую и третью струну. Октаву переставляем. Сыграли здесь четыре раза. То есть, получается, тейпинг у нас на девятнадцатом ладу сами. Октава стоит на ноте соль. То есть, это двенадцатый лад на третий, пятнадцатый лад на первой струне. То есть, вот мы сыграем. Потом. Левую руку сдвинули на полтона. Правую оставили. Все. Теперь далее. Снова. Теперь мы левую руку сдвинули на полтона вниз и на струну ниже. То есть, получается, ноту рэп-рещание. То есть, получается, двенадцатая позиция, но двенадцатый лад на четвертой струне и пятнадцатый лад на вторую струне. Вот. По два раза играем. То есть, получается, двенадцатый лад, потом одиннадцатый лад. И десятого. Когда мы играли двенадцатый и одиннадцатый лад, то тэппинг у нас с вами был на девятнадцатом ладу. После того, как мы переходим с вами в десятый лад, то тэппинг у нас с вами начинается уже в шестнадцатом ладу. То есть, здесь мы играем все одинаково лады. То есть, синхронно все. То есть, получился такой ход. И уже здесь мы его играем с вами четыре раза. Раз, два, три, четыре. Вот. Следующий пассажик мы с вами играем. У нас, получается, левая рука у нас идет на седьмом ладу, седьмая позиция. Октава получается нота ля. Седьмой лад на четвертой струне и десятый лад на вторую струне. Тэппинг мы играем с вами сейчас на четырнадцатом ладу. Мы сыграли здесь два раза. Перешли на полтона левой рука два раза. Потом на тон спустились два раза. Теперь на полтона мы теперь левую руку сдвинули в пятый лад. Пятый и восьмой лад. А тэппинг сдвинули на одиннадцатый лад. Все. И медиатор достали из секретного места. Вот. Вот такой фокус. Иногда можно сделать фокус. Кладем медиатор сюда, зажимаем его, дуем. И он появляется у нас здесь. То есть это тоже немало важный фактор. Уметь ловкость рук и никакого мошенничества, когда медиатор вот так идет. Ну ладно, это отступление от темы. Итого получился у нас с вами пассаж. И делаем вибрато. И все. Желаю вам удачи. И чтобы все получалось. Пока. Значит, пассаж на самом деле не такой сложный. Просто вот одну модель можно выучить, ее варьировать, как вам хочется. То есть можно выиграть любую гармонию. Здесь, по сути дела, играется гармония. Вот смотрите, давайте попробуем разобрать. Например, на примере до мажора. Аккорд. Ну, обычный до мажора. До миссои. Ноты. Важно здесь уже, важно знать гармонию. То есть ноты, состав аккорда. У нас состав аккорда до, ми, соль. Ищем здесь, например, ноту до. Вот мы ноту до дошли. Это четвертая струна, десятый лад. И октава от нее, это будет тринадцатый лад на второй струне. Теперь в этих пальцах нам нужно найти, у нас ноту до есть, осталось только ми и соль. Правильно? Правильно. Соль, например, мы можем играть с вами, это четвертая струна, на семнадцатый лад, а вторым пальцем ноту ми надо сыграть. И так будет вторая струна тоже на семнадцатом ладу. И получается вот у нас аккорд до мажор с вами. Если захотелось сделать мейдж, аккорд, ну, вот этот вот, большой мажорный сэ, нужно знать ноту его. То есть это получается до, ми, соль, си. Вот. Теперь в нашу схему нам нужно добавить... Вот я добавил ноту си. То есть вместо октавы до-до я играю до-си. Вот и получается здесь ми-си, а здесь соль-до. Вот. И достаточно интересно получается. И так абсолютно с любым аккордом вы можете делать самостоятельно, придумать любые интересные гармонии, добавлять какие-нибудь блюзовые ноты. Давайте проведем эксперимент. Например, скажем, какой-нибудь... Ну, давайте сделаем, ну, к примеру, сус. Сус, например. Ми-мажорный сус. Задержанный аккорд. Это получается у нас ноты. Ми-соль-де-си обычный аккорд. А сус, получается, ми-ля-си. Вот. И так, получается, в левой руке нам нужно зажать две ноты ми. Например, вот мы их нашли. Вот ноты... Вот я нашел. Вот они. Вот. Теперь здесь нам нужно найти ноту си и ноту ля. Так? Нота си у нас может быть где? На второй струне открыта. И теперь ноту ля нам надо найти. Но с нотой ля немножко все сложнее, потому что она у нас... Да, немножко сложновато будет. Это вот она. То есть, получается, если мы четочку уберем, то есть... Такой аккорд. И мы делаем... Ну, это немножко сложновато, получается, по аппликатуре. То есть, приходится прыгать. Но здесь важна суть. Я думаю, что вы поняли сам смысл этого. То есть, очень важно знать ноты и играть их. Либо же еще другой момент. То есть, вы можете еще делать что? То есть, можно, например, не обязательно в левой руке держать... Обязательно тонику. Ну, хотя это же желательно. Вот. Но, по сути дела, окрас... Окрас у вас все равно будет... Если вы будете играть ноты аккорда, то окрас все равно будет именно вот этот ми мажор сус, например. Допустим. Какие ноты? Мы еще раз еще повторяем. Ми, ля, си. Это обычное трезвучие сус аккорда, задержание. То есть, что такое сус? Это замена терция на что-либо. Ну, не на что-либо, а на вторую ступень, либо на четвертую ступень. Вот. То есть, получается, в до мажоре, например, чтобы вы понимали, до мажор. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. До, ми, соль – это трезвучие. А вот эта нота ми, это третий звук у нас, он получается окружен с двух сторон опевающими звуками. То есть, ми слева у нас, например, ре, а справа фа. И вот эти вот, либо ре, то есть, пишется, либо сус 2, в таком случае будет до 2, с2, либо сус 4, то есть, сус 4, тогда будет нота не до ми, соль, а до фа соль. И получается тогда аккорд у нас до ми, соль, вот такой обычный. До сус 4 у нас будет, или просто сус, по умолчанию это всегда кварта. Если двойка, по-моему, получается, то мы не имеем права играть ноту ми. Ну, имеем право, но желательно не играть ее. То есть, должен получаться аккорд вот такой тогда. Вот у нас это СУС-4. Либо же, например, СУС-2, тогда получается мы здесь первым пальцем нам нужно заглушить с вами. Так, это вот такой вот получим. Вот это уже СУС-2. Здесь ноты ми нет, ре есть. Я думаю, это уяснили. Итак, если что-то непонятно, всегда можно в скайпе и все вопросы обсудить там. Итак, на чем остановились? На ми мажоре. Смотрите, то есть также вы можете уже, в принципе, урок выключить, урок уже закончен. Это мы просто так общаемся с вами. Иногда, кстати, тоже полезно поговорить. Значит, здесь мы с вами играем ноту Си, здесь нота ми. Но в таком случае мы пальцы уже делаем немножко шире и играем здесь Си. Получается уже окрас, уже аккорда. А нота-то мы же играем нота ми мажора, то есть ничего лишнего не играется. То есть получается ми, Си. Вот у нас тоническая нота ми. То есть получается ми, соль, си. То есть квинту мы играем на втором струне. Вот у нас получается до ми мажорный вот. Это ми мажор. Но вместо этой ноты мы играем с вами ноту другую. И теперь вот эту нотку мы с вами играем. Вот она у нас. Октава. И получается, что ноту Си вот эту мы дублируем еще на октаву ниже. Получается, в принципе, аккорд больше похож на какой-то Си. Но если кто-то возьмет гармонию, подержит вам педы, например, там, скажем, пианист какой-нибудь, или там, ну, скрипочки потянет. И вы сыграете. То будет именно обыгрывание именно ми мажорного сус-аккорда с двойкой, с держанием второй ступени. Здесь самое главное уловить саму суть обыгрывания вот этого вот всего дела. И, собственно, придумать свою партию и играть их. Желаю вам удачи. И чтобы все получалось. Пока.